За шесть дней соревнований на этот ринг поднимались 258 боксеров. В полуфинальных поединках встречаются 36 спортсменов в девяти весовых категориях. Организаторы постарались составить программу поединков таким образом, чтобы молодые и менее опытные спортсмены сразу не встречались с чемпионами, а имели возможность проявить себя в боях с соперниками своего уровня. До полуфинала добрались сильнейшие. Наш земляк Василий Веткин встречается со своим ровесником из Новосибирской области Артуром Ложниковым. Легковес Василий Веткин в этом поединке работал вторым номером. Преимущественно контратаковал. Выбранная тактика себя оправдала, удары спортсмены из Самарской области были точнее. В последнем раунде сибиряк попытался переломить ход боя и в какой-то момент даже сбил Веткина с ног. Не помогло. Единогласным решением судей победа присуждена Новокуйбышевцу. Бой непростой. Сейчас простых-то боев-то и не может быть. Все сильные отобрались, слабые-то уже отпали. Так что бой тяжелый. Тем более соперник его знал хорошо и манеру боя выбрал соответствующую. На кону не просто финал, а шансы попасть на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. В четырех высовых категориях путевки еще будут разыгрываться. Весной будут три турнира, на которых участники могут получить путевку на Олимпийские игры. Загадывать сейчас не будем. Наш боксер Василий Веткин тоже имеет шанс. Поехали. В финале чемпионата России, программа которого стартует в полдень, в воскресенье, Василию Веткину вновь предстоит встретиться с представителем Новосибирской области. Тимур Пердамов, выступающий за Самарскую область в весовой категории до 81 килограмма, тоже пробился в финал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова